Профессиональный праздник отметили полиграфисты, журналисты печатных и электронных средств массовой информации. Вручить заслуженные награды приехал глава республики Михаил Игнатьев. Среди лучших оказались и наши коллеги, сотрудники национального телевидения Таванрадио. Русский драматический театр на время праздника превратился в спортивную площадку. Журналисты на время отложив ручки, блокноты и гаджеты, с удовольствием поднимали гири, играли в дартс и бегали по велодорожке. В этом году День печати прошел под символом здорового образа жизни. Эта беговая дорожка стоит у нас в организации, то есть после трудового дня до времени или во времени того, когда вам нужно хорошенько подумать о движении, самый лучший способ не только отдохнуть, но и сформировать какую-то мысль, беговая дорожка у наших ребят есть. Журналисты всегда должны быть в хорошей спортивной форме. Насколько хорошей, можно было проверить на площадке национального телевидения Чувашии. Всего в Чувашии работают 112 средств массовой информации, 92 печатных издания и 20 электронных СМИ. Все они активно развивают собственные сайты, размещают информацию в социальных сетях, выходят на новые интернет-платформы. Мы вместе с вами подводим итоги профессиональной деятельности, а с другой стороны ставим задачи на перспективу. Это во-первых. Во-вторых, конкурентная среда развивается. Всегда побеждают те и выигрывают в конкурентной среде самые лучшие управленческие команды, которые настроены на результат, на позитив. К тому же Чувашия – один из немногих регионов, где печатная пресса сохраняет свои тиражи. И это только часть достижений. Впереди новые цели. У нас в Чувашии будет достигнуть 100% охват вещания национального радио и там радио по всей абсолютной территории Чувашской республики. Постребованным источникам информации является национальное телевидение Чувашия. Потенциальное количество телезрителей сегодня, благодаря вещанию на спутнике, составляет более 8 миллионов человек. Ресталин коснулся и сайта интерка Чувашия. Главная фишка обновленного сайта стала функцией прямого эфира. Наш коллега, телеоператор Андрей Шоклев, получил почетную грамоту Минкомсвязи России. Поздравить журналистов приехали депутаты Государственной Думы, прокурор Чувашии Василий Пословский. Плодотворное сотрудничество будет продолжено. Очень приятно, что мой скромный труд столь был высоко оценен. Я очень рада. Всегда приятно, когда тебя ценят. Но мы будем продолжать и дальше работать. Конечно же, награды вдохновляют на достижение следующих высот, на достижение результатов, на взаимодействие с органами власти. Заслуженные награды вручены, заряд энергии получен. Впереди большая работа, оценку которой дают зрители, слушатели, читатели. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Борис Андреев, Республика.